Замена масла в лодочном моторе Mercury 30. Мотор прошел один сезон. Мотор прошел только что обкатку. Меняем масло в редукторе. Все открутилось нормально. Слилась пока что вот такая жижа. Острожки нет. Свет так себе. Состояние уплотнителей плачевное. Второй раз использовать нельзя. Один вообще уже при попытке снять уплотнители с пробок заливной и сливной в руках рассыпались. Вообще они одноразовые и лучше поменять сразу. Можно купить на алиэкспресс 15 штук 130 рублей. Все, меняем дальше. Подождали пять минут пока все масло течет. Вылилось вот такой вот жижи. Непонятный. Как бы так показать? Просвет. Вот эти черные разводы это нормально. Это притираются все шестеренки. Главное чтобы не было вкраплений сильных металлических. Здесь их вроде бы нету. Это все нормально. При обкатке это нормально. Все зубчатые пары притираются. Менять масло буду через верхнюю заливную. Кто-то может скажет, что это неправильно. Куда-то там не попадет масло. Но проверим сколько влезет. По мануалу сюда льется, судя по книге, то ли 430, то ли 475. Точно не помню. Посмотрим сколько влезет. В реальности у людей, судя по отзывам, влазит чуть больше пол-литра. Буду наливать в такую же баклажку примерно. Большим шприцом 50-60 даже кубовым качать. И лить в верхнее заливное отверстие. Если зальется меньше, чем пол-литра, тогда можно будет покрутить и посмотреть в чем дело. Заливать буду масло равенол. Ибо тут обычная трансмиссия. Но в лодочные моторы льется специальное масло со своей спецификацией для лодочных моторов. Потому что в случае попадения масла через сальник, еще через что-то в редуктор и образование эмульсии, оно все равно не теряет полностью свои смазывающие свойства. И можно как-то доковылять таким редуктором. Ну все, поехали менять. Обязательно ставлю новую прокладку. При каждом откручивании пробок нужно ставить новую прокладку. Потому что вода может попасть не только через сальник редуктора еще где-то, но и через вот эти два отверстия. Как раз из-за плохого уплотнителя. Закручиваю сначала нижний и начинаю заливать масло в верхнюю пробку заливную. С завода обе пробки были очень крепко закручены. Сдернуть их отверткой не получилось. Поэтому использовалась трещотка с соответствующей насадкой. Затягивать тоже рекомендую этой же трещоткой. Потому что эти уплотнители не резиновые. Они непонятно из какого материала. И очень трудно сжимаются. Поэтому стоит обжимать этот уплотнитель чем-то таким нормальным ключом. Все, подтянул нижнюю пробку. Сильно много усилий прикладывать не нужно. Потому что все-таки корпус алюминиевый. Если у вас китайский лодочный мотор, то там эти резьбы вообще на раз-два слизываются. Нужно быть очень аккуратным. Но на японском тоже лишний раз стоит перебздить. У Равенола оказалась вот такая вот заливная трубка. Но чувствую заливное отверстие. Точнее в контрольное, да и в нижнее тоже. Она не сильно подходит по диаметру. Поэтому все-таки буду стараться шприцом наполнять. Чтобы не тратить лишнее. Раз масло на пол не лить. Масло интересного синего цвета. Не знаю хорошо это или плохо. Просвет вообще красный. Думаю, ничего страшного. Все, льем шприцом. Поехали. Очередное включение. Плана потерпел фиаско. При попытке заливания масла в контрольную пробку, масло не лилось. Все выливалось наружу. Поэтому для шприца был найден кембрик. С помощью которого масло будет заливаться дальше. И надеюсь не будет вливаться наружу. Все, поехали лить дальше. План Б тоже не увенчался успехом. При попытке залить масло через верх. Видимо там создается внутри редуктор давления. И масло не хочет сливаться ниже. Поэтому тоже план такой вот заливной штуковины. Фуфло. Надо заливать через нижние отверстия. Очередное включение. Залить через нижнюю пробку просто шприцом тоже не удалось. Сразу выливается. Даже если верхнюю пробку закручивать. Съездил, купил жидкое мыло с дозатором. Теперь приходится ходить по помойке. Искать нужного диаметра шланчик. Чтобы начать заливать. Очередное включение. Поиск по помойкам не увенчался успехом вообще. Пришлось сделать что? Это нос от герметика. Вот эта вот трубка которая была здесь. Была засунута в дозатор. Мыло выливать стало жалко. Поэтому буду менять так. Всё будет засовываться в нижнюю сливную пробку и качаться. Фуфууууу. Поехали. Всё. Прямое включение. Покачала где-то минут десять. С верхней пробки контрольной полилось. Меньше пол литра даже. Всё закручиваем пробку. Опять с новым кольцом. Потом закручиваем нижнюю. очередное включение все пробки были закручены верхняя новая нижняя в общем какие выводы можно сделать первое это надо читать мануал ничего там не пол-литра по мануалу 350 миллилитров реально где-то с учетом вылившегося масла где-то 380 чуть-чуть не доходя до 400 миллилитров влезло в редуктор то есть одной литровой бутылки хватит на две замены еще какие выводы не заниматься херней заливать по мануалу как положено через нижнюю заливную пробку мало ли там кто что в интернете пишут то что можно через верхнюю как видите не лезет и третий вывод купите готовое изделие стоит 500 600 рублей не потеряете ни времени ни нервов ничего ну и собственно все вот так мы поменяли масло в редукторе лодочного мотора mercury 30 всем спасибо за внимание